Добрый день! Тема сегодняшней лекции – тазовые продлежания. Итак, что такое тазовые продлежания? Это продлежание, при котором над входом малый таз находится тазовый конец плода, а у дна матки – головка, то есть первой в полость малого таза опускается тазовый конец. Тазовые продлежания в современном акушерстве относятся к патологическому акушерству, а роды в тазовом продлежании, соответственно, к родам патологическим. Ну, какова же актуальность этой проблемы? Она в следующем на самом-то деле, что частота их не так уж и мала. 3-10% всех родов происходит в тазовом продлежании. Эти роды, как правило, сопровождаются большим числом осложнений как во время беременности, так и во время родов. Высокая перинатальная смертность, особенно при преждевременных родах, то есть высок риск гибели плода, как во время родов, так и в раннем, послеродовом периоде. Ну и, соответственно, очень высокая частота кесаревого сечения при данном виде продлежания, которое в иных странах доходит до 100%, от 50% до 100%. Классификация тазовых продлежаний следующая. Тазовые продлежания делятся на два больших класса. Это ягодичное продлежание и ножное продлежание. Ну, в зависимости от того, что первым опускается в полость малого таза. В данном случае опускаются в первую очередь ягодички, в данном случае ножки. При этом и то, и другое делятся на следующее. Бывает полное ягодичное продлежание, когда опускаются только ягодички, и смешанное ягодичное продлежание, когда рядом с ягодичками находятся и ножки. Ну и ножное продлежание, соответственно, бывает полное и неполное. Полное, когда только две ножки, неполное, когда идут и ножки, и немножечко ягодичка. Кроме этого, отдельно стоит так называемое коленное продлежание, которое на сегодняшний день не относится ни к ягодичному продлежанию, ни к полному. Единственное отличие между ягодичного смешанного и полного ножного продлежания в том, на каком уровне находятся ягодички и ножки. Если ягодички находятся ниже ножек, но вы пальпируете ножки, это называется смешанная ягодичка. Если ножки находятся ниже уровня ягодичек, как в данном случае, или в данном случае, то уже однозначно ножное продлежание тазового расположения плода. Каковы же факторы, которые способствуют возникновению тазовых продлежаний? Почему у 90% это головное продлежание? То есть продлежание, когда первой в полость малого таза опускается головка. А почему у 10%, как сказано было выше, первый опускается тазовый конец? Ну, для этого существует несколько групп. Первое – это материнские причины. Почему же в полости малого таза ребёнок располагается тазовым концом вниз? Нужно вспомнить то, что вы проходили в прошлом году. У внутриутробного плода самая большая часть – это головка. Тазовый конец, он объёмнее, по объёму намного меньше, чем головка. И поэтому самое правильное расположение – это головное, когда первым проходит головка и затем туловище и ножки. Что же мешает для того, чтобы тазовый конец располагался в дне матки? Ну, это прежде всего аномалии развития матки. Что-то мешает расположиться к ладу полости матки не вниз головой, а напротив головочкой вверх. Если существует рубец на матке от предыдущих кесаревых сечений, он располагается внизу и может быть препятствием для расположения более крупной части плода, как головка, поэтому внизу располагается тазовый конец. Кроме того, это могут быть опухоли матки, доброкачественные или злокачественные. Доброкачественные – это прежде всего миома матки. Это узкий таз, который сам по себе является препятствием для расположения более крупной части плода, и поэтому внизу располагается мелкая, более мелкая часть, как тазовая. Опухоли, уже исходящие из таза, доброкачественные или злокачественные. И снижение или повышение тонуса матки, что может быть часто у многоражавших женщин. Тонус матки перерастянут, и поэтому внизу располагается тазовый конец. Есть причины, которые могут привести к тазовому приближанию не только со стороны матери, но и со стороны плода. Так называемые плодовые причины. Но это прежде всего недоношенность плода, его преждевременное рождение, потому что известно, что до определенного момента плод может располагаться в тазовом приближании. Потому что доминирование размеров головки отмечается в более поздние строки гистации, а до этого головка и тазовый конец практически одинаковых размеров. Тогда, когда идет задержка внутриутробного развития, раз ребенок задержан в своем развитии, значит это проявляется в том, что он меньших размеров. Он недополучает как питательные вещества, так и кислород, поэтому его физические данные отличаются от данных другого ребенка соответствующего срока гистации. Он меньше, может меньше размеры головки, и соответственно его расположение может находиться в тазовом приближании. Когда идут врожденные аномалии развития, это либо анонцефалия, то есть отсутствие, или напротив гидроцефалия, головка большая. И это является препятствием его правильного расположения, и плод располагается не в головном приближании, а в тазовом. Особенности вестибулярного аппарата плода, которые приводят к тому, что внизу располагается тазовый конец. Ребенку хочется сразу уже головка, чтобы была вверху. Но и многоплодная беременность тогда, когда два или более плода начинают внутриутробно, внутри матки приспосабливаться к соседскому расположению друг к другу, и выбирают уже ту позицию, которая в данной ситуации возможна для того, чтобы беременность благополучно была выношена. Кроме предпосылок со стороны матери и плода, есть плацентарные причины. Что же это такое? Тогда, когда предлежит плацентам, то есть в полость малого таза первой находится плацента. Это ее неправильное расположение, она не должна находиться ниже плода. Но такое сегодня встречается все чаще и чаще, потому что увеличивается такая проблема, как кесарево сечение, рубец на матке, и, соответственно, увеличивается риск того, что плацента располагается не в том месте, где ей следовало располагаться, и она предлежит. Маловодие или многоводие. То есть проблема связана с выработкой околоплодных вод, и это относится к плацентарным причинам. Раз вод много, увеличивается подвижность плода, поэтому он может располагаться так или иначе. Маловодие, напротив, ограничивает подвижность плода. И когда он в недоношенном сроке находится в тазовом продвижении, отсутствие вод и ограниченное количество приводит к тому, что когда ребенок должен встать в головном продвижении, он не может просто развернуться. Ну и короткая пуповина, которая просто не позволяет ребенку развернуться в головное продвижение из тазового, потому что пуповина короткая, и это может быть опасно для ребенка. Как диагностировать тазовое продвижение? Ну, прежде всего нужно помнить о том, что в маленьких сроках ребенок может находиться в тазовом продвижении. Поэтому нужно помнить о том, что, как правило, после 34 недель положение плода уже должно быть зафиксировано. И, как правило, должно быть зафиксировано в правильном положении, то есть в головном продвижении. Для того, чтобы диагностировать тазовое продвижение, следует пользоваться известными вам четырьмя приемами Леопольда. Но первый прием – вы можете отметить, что более высокое стояние дна матки, поскольку предлежащая часть в виде объемного тазового продвижения долго не опускается вниз, то есть все равно матка пытается ребенка развернуть. Поэтому высота дна матки выше. В дне матки пальпируется округлая, плотная, баллотирующаяся головка, потому что в ягодичке они менее плотные, они не баллотируются, то есть не шевелятся и не имеют такое маятникообразное движение. И нередко идет смещение посредней линии живота вправо или влево, то есть более косое продвижение. Третьим приемом определяется над входом или во входе таз крупная неправильная форма, предлежащая часть, которая не характерна для головки, поскольку она мягковатой консистенции, не способная к баллотированию, то есть к маятникообразному движению. Ну и четвертым приемом вы определяете, что предлежащая часть обычно до конца беременности находится над входом в малый таз, в отличие от головного придержания, когда ближе к доношенному сроку головка начинает опускаться, прижимается, и вы отмечаете, что она практически прижата, потому что она уже опустилась. По сердцебиению вы тоже можете предположить, что у женщины тазовое придержание. Вообще я хотела бы вам сказать, что диагностика тазового придержания на самом деле проста и вместе с тем не столь проста. И очень часто даже опытные акушеры путают тазовое придержание с головным. Хорошо, сегодня появился у нас ультразвук. Так вот, что можно по сердцебиению плода заподозрить, что у женщины тазовое придержание? Это тогда, когда СБ плода, сердцебиение плода выслушивается выше пупка, тогда как при головном придержании сердцебиение выслушивается ниже. Почему выслушивается выше? Потому что, во-первых, тазовый конец не опускается очень долго, ну и, во-вторых, расположение сердца, оно более ближе к головке, поэтому сердцебиение при головном придержании выслушивается выше пупка. При влагалищном исследовании, когда можно заподозрить, что перед нами тазовое придержание? Ну, при беременности, если она не в родах, да, и шейка матки закрыта еще, через своды влагалища акушер-гинеколог прощупывает объемные, мягковатые консистенции, и придержащая часть, в отличие от плотной головки плода. Ну, если, конечно, в родах и шейка открыта, намного легче становится, потому что можно пропальпировать копчик плода, седалищные бугры, ножки, если идет смешанное ягодичное придержание или ножное. Ну, конечно, на сегодняшний день нам всем стало легко, потому что у нас есть ультразвуковое сканирование, которое помогает немедленно определить придержание и вид придержания. Кроме того, ультразвук дает нам пол ребенка, потому что в отличие от этого зависит метод родоразрешения, которое мы выбираем при тазовом придержании, массу плода, положение головки, обвитие пуповины, где находится плацента, ее размер и степень ее зрелости, количество аномалий околоплодных вод или иная информация, в том числе в аномалиях развития плода. Потому что ранее я вам сказала, что тазовое придержание формируется не просто так, для его формирования нужны те или иные предпосылки, как со стороны матери, так и со стороны плода. Если плод находится в тазовом придержании, как всегда, как правило, нужно исключить аномалии его развития, те или иные, в том числе, как аненцефалия и гидроэцефалия или короткость пуповины. Как же ведется беременность при тазовых придержаниях? Ну, тазовое придержание, которое диагностируется до 34 недель беременности, как правило, ведется обычно, требует выжидательного ведения, и врачу семейной медицины, который наблюдает эту пациентку, ничего делать не надо, потому что до 34 недель беременности тазовое придержание может благополучно после 34 недель благополучно стать головным придержанием. Но следует помнить о том, что при тазовом придержании очень высокие такие риски, как угроза прерывания беременности, преждевременные роды и обвитие пуповины вокруг шеи и туловища конечностей, которые могут привести к тому, что ребенок не может развернуться в полости матки в головное придержание и продолжает длительно оставаться в тазовом придержании. Ну вот еще одна такая интересная статистика, что у 70% повторно родящих и у 30% первородящих поворот на головку происходит спонтанно до родов. То есть у повторок вообще не надо бояться, а первородящих, видите, намного реже. Какова же тактика в родах при тазовом придержании? Здесь варианта два. Это либо кесаревое сечение, либо роды через естественные родовые пути. В том или и в ином случае возможно как плановое родозрешение, то есть плановое кесаревое сечение и плановые роды, так и экстренное кесаревое сечение или роды, которые возникли спонтанно. Ну и, конечно, большой вопрос, почему кесаревое сечение. Как помните, роды в тазовом придержании в некоторых учреждениях и в некоторых странах практически в 100% заканчиваются кесаревым сечением. Почему мы эти роды боимся и почему всё-таки кесаревое сечение? Потому что, как правило, есть тому причина, и, как правило, чаще всего это обитие пуповины вокруг шеи и туловища, которое не позволяет ребёнку развернуться в головное придержание и которое во время родов может привести к тому, что развивается гипоксия плода в родах, поэтому ребёнок может травмироваться и роды могут закончиться уже кесаревым сечением. Травматизация вообще в родах, потому что происходит и вывихи, и переломы костей конечностей при тазовых придержаниях чаще. Очень грозное осложнение, как смещение и перелом позвонков шейного отдела позвоночника тогда, когда мы выводим головку, перелом основания черепа, который практически заканчивается гибелью плода, ну и гибелью плода заканчивается отрыв намёта ножичка. Ну и самая главная задача акушера – защита головного мозга плода во время родов, при любых, хоть в головном придержании, хоть в тазовом придержании, но в тазовом придержании эта задача стоит особенно остро, потому что выведение головки очень затруднительно, и риск травмирования головного мозга при тазовых придержаниях становится в разы больше. Согласно национального протокола, по которому работают все акушер-гинекологи нашей страны, кесарево сечение возможно в плановом порядке при тазовом придержании в следующих показаниях. Когда мы диагностируем крупный плод, что является крупным плодом для ребёнка в тазовом придержании? Это вес 3600 грамм и выше, тогда как в головном придержании мы считаем крупным плодом 4 килограмма и выше. Разница есть, когда мы предполагаем, мы знаем, что это будет плод мужского пола, потому что при рождении в тазовом придержании длительное нахождение в узкой части плода мужского пола, прежде всего, его гениталии приводят к высокому риску мужского бесплодия. Когда диагностируется полное ножное придержание, это является абсолютным показанием для кесаревого сечения как в плановом, так и в экстренном порядке. Когда ребёнок недоношен, масса его менее 2500 грамм, то есть рождение через естественные родовые пути, для такого ребёнка большой стресс и очень велик риск того, что будет травмирована головка. когда тягощён акушерский анамнез, и у женщины было несколько беременностей, несколько родов, которые заканчивались рождением мёртвого плода, поэтому данная беременность и данный ребёнок для женщины очень желанный, поэтому нужно пойти навстречу и сделать кесаревое сечение, чтобы не рисковать ребёнком. Ну, естественно, когда идёт узкий или неправильный формы таз, чрезмерно разогнутая головка плода, об этом поговорим чуть попозже. Конечно, когда есть рубец на матке, не стоит этого ребёнка пытаться родить. Когда присоединяются аномалии развития родовой деятельности, прежде всего, когда изливаются роды преждевременно, когда идёт предвижение либо попадение пуповины, но когда идёт многоплодная беременность и тазовое предвижение первого плода, потому что мы боимся коллизии, то есть сцепления головки первого плода и головки второго плода. Так вот, хотелось бы более подробнее остановиться на варианты положения головки плода при тазовом предвижении, от чего зависит, какой метод родоразрешения будет выбран акушер-гинекологом. Вот это положение головки плода измеряется углом между углом головки и костью и позвоночником. Так, сейчас я вам ещё раз покажу. То есть вот этот вот угол. Давайте пройдёмся по нему. Самое выгодное положение это тогда, когда головка согнута. Видите, какой здесь угол? он большой, то есть он больше 110 градусов. Это самое выгодное положение. Эти роды через естественно-родовые пути возможны. Головка слабо разогнута. Так называемая поза военного. Ребёнок смотрит прямо вперёд. И вот посмотрите, каков этот угол. Он всё равно большой, но не такой большой, как в данном случае. головка умеренно разогнута. Это вторая степень разгибания. Видите, это практически прямой угол. Немножечко смотрит уже выше. Но и самое невыгодное положение, когда идёт чрезмерное разгибание. Видите, какой угол очень острый. И если это определяется на ультразвуке, то, конечно, такого ребёнка рожать самостоятельно, ни в коем случае не рекомендуется. Ну и опять возвращаемся. Какие же варианты у кесарево сечения? Какие варианты выбрать, если женщина пришла в тазовом прилежании? Кесарево сечение или роды через естественные родовые пути? Когда возможны роды через естественные родовые пути? Они возможны, если определяется смешанное или чисто ягодичное приближание. Это самое выгодное расположение, которое возможно при родах. Адекватные данные клинической пельвиометрии. Что такое пельвиометрия? Это из размера таза. И если размеры таза хороши, они не узки, то вы можете вести роды через естественные родовые пути. Конечно, если ребенок не крупный, то есть он не более 3600 грамм, нету рутца на матке, и вы определили степень сгибания головки, то есть она согнута, и этот угол составляет более 110 градусов. Вы можете планировать роды через естественные родовые пути. Но на сегодняшний день, так как во всем мире все-таки 100% всех тазовых приближаний заканчиваются родами путем операции кесарево сечения, акушерский мир очень этим обеспокоен, на сегодняшний день предлагается такая операция, как наружный акушерский поворот при тазовом прилижании. Акушеры должны предложить и выполнить попытку наружного акушерского поворота при тазовом прилижании во всех случаях или всегда, когда это возможно. Видите, степень доказательности 1А по доказательной медицине. Ну и, конечно, вопрос о плановом кесаревом сечении нужно поставить только тогда, когда вопрос о неудавшейся попытке снимается, мы все сделали для того, чтобы развернуть этого ребенка, у нас не получилось, и только тогда ставить вопрос о кесаревом сечении. Что же это такое? Я говорила вам о том, что практически после 34 недель ребенок уже все-таки должен установиться в головном прилижании. До 34 недель возможно тазовое прилижание, прилижание, которое мы вмешиваться не должны. А вот если после 34 недель, то это уже высок риск того, что это предлижание тазовое останется практически у нас и до родов. На что мы здесь должны обратить внимание? мы пытаемся развернуть ребенка с тазового прилижания в головного. когда это делается? Это делается при всех тех же условиях, которые мы говорили раньше. Но прежде всего мы должны быть абсолютно уверены, что даже когда мы разведем в головное прилижание, этот ребенок пройдет через размеры таза данной женщины. то есть он для нее не крупный. Кроме того, мы исключаем все проблемы, которые могли привести к тазовому прилижанию. То есть проблема со стороны матки. Нет препятствующих головному прилижанию тех или иных аномалий развития, потому что мы перевернем, а здесь возможно большой узел доброкачественный, роды естественно будут невозможны. Если это конечно не двойня. Если нет аномалий развития со стороны ребенка, у него не гидроцефалия, у него нет оббития пуповины, ну и естественно нет приближания. Как это проходит? Делается контрольное УЗИ, которое исключает все причины, которые могут препятствовать для поворота. Проводится запись сердцебиения плода в течение не менее 20 минут. То есть мы убеждаемся, что состояние плода было удовлетворительным до того, как вы начали операцию, а не ваша операция привела к тому, что ребенок был неудовлетворительным состоянием. При удовлетворительном состоянии мы начинаем проводить поворот. когда женщина находится лежа, захватывается тазовый конец и в зависимости от того, где находится спинка, по направлению к спинке проводится ее разворот, который фиксируется бандажом или проведением амниотомии. далее проводится опять же КТГ в течение 20 минут, но если требуется проводится ультразвуковое исследование. Ну, по практическим рекомендациям прежде всего наружный поворот предоношенной беременности является эффективным и безопасным и эта попытка должна делать всегда, когда исключены те или иные противопоказания. Но, к сожалению, акушерогинекологи очень боятся этого и практически на сегодняшний день этого не проводят. Хотя, как видите, частота успеха на самом деле очень высока, порядка 55%, и не зависит ни от массы беременной, ни от массы плода. То есть, видите, процедура на самом деле, каждая вторая беременная с тазовым приближением, мы ее можем развернуть и будет практически головное приближание. Если повторно родящая и у нее плацента локализована по задней стенке, как правило, наиболее успешной. Но я хочу вам напомнить, что помните, у 70% повторно родящих практически тазовое приближение спонтанно переводится в головное приближение, то есть, повторно родящий, наиболее благополучная и благодарная аудитория, в которой можно проводить данную процедуру. Ну и успешная попытка наружного акушерского поворота, естественно, существенно снижает вероятность кесарево сечения. То есть, если было бы 100% кесарево сечение, то есть, если мы возьмем 100 женщин с тазовым приближением, 55%, как я сказала, проходит положительно, значит, 55 женщин мы можем спасти от кесарево сечения, которого было бы невинуемо, если бы мы не провели этот поворот. И опять возвращаемся. Какие роды выбрать? кесарево сечение или вагинальные роды? Если все-таки женщина к вам приходит в родах и очень сложно определить, каково же это приближание. Есть дифференциальная диагностика, которая часто очень путает стопки это или ручки. Какова же диагностика? У стопка, у которой есть тоже следует отличить от ручки, есть пяточная косточка, пальчики ровные, короткие, большой палец не отстает и не обладает большой подвижностью. Ну и как же отличить, часто очень не могут отличить коленка от локтя. У колена имеется округлая подвижная надколенная чашечка. Все это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить ребенку. Каков же биомеханизм родов при тазовых предвижениях? Несколько моментов. Первый вставление ягодиц. В принципе то же самое как и при головном предвижении. Внутренний поворот ягодиц начинается при переходе с широкой в узкую часть, очень похож при головном предвижении. Далее идет боковое сгибание поясничной части позвонка, позвоночника плода, потому что если этого сгибания не происходит, роды будут затруднены. Следующее внутренний поворот плечиков из косого размера в прямой, боковое сгибание в шейно-грудном отделе позвоночника и с этим моментом связано рождение плечевого пояса и ручек и идет самый тяжелый момент, это внутренний поворот головки затылком впереди, сгибание головки вокруг точки фиксации. Ну и каково же сопровождение спонтанных родов в тазовом продвижении? То есть роды, которые начались самостоятельно и в принципе идут относительно благополучно, потому что мы сегодня ратуем за то, что все-таки нужно поддерживать роды через естественные родовые пути при тазовом продвижении. Конечно, это обязательно ведение портограммы. Если будет вестись портограмма, согласно ней будет проводиться тщательный контроль состояния плода, потому что измеряется СБ плода каждые 15 минут согласно портограмме и записывается каждые 30 минут. Своевременное обезболивание и определение разнобидности тазового предвижения грамотное оказание пособия при этом предвижении. Первый период родов согласно портограмме измеряется температура тела, пульс, давление каждые 4 часа, проводится влагалищное исследование в зависимости от того, в какой фазе находится женщина блатентной или активной. Если надо, измерение СБ плода проводится чаще или проводится непрерывный мониторинг путем кардиотокографии, если все хорошо, измеряется ЧСС плода каждые 15 минут. Если плодные оболочки вскрылись, нужно быть очень внимательным для того, чтобы предупредить выпадение мелких частей плода или пуповины. Если сердцебиение плода выходит за рамки нормы, то есть менее 100 или более 180, или роды затянулись, следует своевременно поставить вопрос о кесаревом сечении. Ну и тазовое продвижение требует применения иногда ручных пособий, таких как подсобьянов или брахту, а также выведение головки по Марису Левре. Необходимость высока перинео и эпизиотомии, потому что идет задержка рождения следующей головки. Ну вот пособие подсобьянов при чисто ягодичном предвижении, цель которого максимально долго сохранить это прилежание, когда ручки плода задерживаются ножками и головка преждевременно не разгибается. А вот это выведение головки по Марису Левре, когда пальцы акушера-гинеколога вводятся либо в ротовую полость, либо придерживаются надносье и головка сгибается и выводится после того, когда формируется точка фиксации между подзатылком и лунным сочленением. Ну и особенности раннего неонатального периода. Дети, которые родились через естественные родовые пути при тазовом предлежании, конечно, находятся в непосредственной реанимации под большим контролем, потому что риск осложнений очень высок. Ну и всегда следует помнить о том, что введение родов при тазовом предлежании это не только наука и искусство, и поэтому здесь нужно очень четко оценить возможности себя, своего учреждения и только после этого выбирать тот или иной метод родоразрешения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...